Самый быстрый и перспективный грузовой маршрут Азия-Европа, Северный морской путь становится круглогодичным. Сейчас там работает самый мощный в мире атомный ледокол Арктика. Его возможности впечатляют. Он проламывает лед толщиной до трех метров, не теряя скорости. Значит, суда идут за ним постоянным ходом. А это экономия топлива и четкий трафик. В январе Арктика довела караван судов до Певека. Как это на Чукотке, теперь началась обратная проводка с конечным пунктом Архангельск. Расстояние около пяти тысяч километров. Как происходит это в суровых условиях севера, расскажет Алена Германова. Под низким солнцем Арктики, сквозь густую морозную дымку, караван судов рано утром начал путь из самого северного города страны Певека. Впереди бескрайняя белая пустыня, за бортом минус 30. В это время года еще никогда в истории. Здесь не было навигации. Толщина льда местами достигает двух метров. Но наш российский атомоход Арктика способен преодолеть и трехметровую преграду. Ледокол ведет со собой два сухогруза. Точно так же в январе он провел их в обратном направлении, к Певеку, куда теплоходы доставили 14 тысяч тонн груза. Капитаны судов, которых мы провели, подтверждали, что канал за ледоколом сохраняется широкий, прямолинейный. А значит, исследовать за ледоколом безопаснее и скоро сохраняется коммерческий. Арктика – самый мощный атомный ледокол в мире. Внушительный по размерам. Его длина – 173 метра. Атомоход легко может развернуться на месте, а также поменять осадку, что важно для работы в устье крупнейших сибирских рек. Внутри ледокола находятся так называемые балластные дифферентные цистерны. То есть он принимает значительные объемы воды, и за счет этого у него осадка увеличивается. Вот вы видите сейчас вот это вот эрление белое, а внизу красное. Вот это все меняется порядка двух метров. Такой же, как Арктика, ледокол «Сибирь» как раз сейчас идет по Енисею. Еще три атомохода проекта «22-220» строят на Балтийском заводе в Петербурге. Урал уже во время следующей зимней навигации отправится на север. Со стороны может показаться, что здесь еще много работы, но на самом деле внутри уже установлено электрооборудование, проверяют работу котельной. На атомном ледоколе «Урал» как раз сейчас проходят швартовые испытания. Уже в конце лета у ледокола появится свой экипаж, и начнутся ходовые испытания в Финском заливе. Наш самый мощный в мире атомный ледокольный флот позволит увеличить объем груза перевозок в этом регионе почти в пять раз. Атомоходы нужны для освоения месторождений на Чукотке. Через пять лет там будет запущен горно-обогатительный комбинат мощностью 70 миллионов тонн медной руды в год. Продолжение следует... Продолжение следует...